Наталья Бордо российская актриса, телеведущая певица. Популярность Наталья получила после того, как сыграла в картинах «Золотые», «Вероника. Потерянное счастье», «Вероника. Беглянка», «Альпинисты», «Второй шанс» и «Ради тебя». Сегодня актриса с мужем живет в Голливуде, но продолжает сниматься в российских фильмах и сериалах. Наталья Кривозуб больше известна нам как актриса Наталья Бордо – коренная москвичка. Она появилась на свет в апреле 1988 года. Ее отец Сергей Кривозуб – известный спортсмен, легкоатлет, чемпион Европы. Родители развелись, когда Наталья была еще очень даже маленькой. Но девочка переняла от папы любовь к спорту и занималась художественной гимнастикой и баскетболом. Кроме того, она посещала танцевальную школу, где училась бальным танцам. Еще в раннем детстве у Наташи обнаружились способности к музыке и вокалу. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Но больше всего Наталья мечтала о карьере киноактрисы. Девушка с удовольствием участвовала в любительских спектаклях, которые ставились в ее школе. При таком разбросе интересов и множестве талантов, Наталья Кривозуб успела хорошо учиться. Она посещала школу с математическим уклоном. По окончании школы дочь по настоянию родителя отправилась приобретать очень даже серьезную профессию. Выбор пал на колледж, где обучали банковскому делу. Но мечта попасть на экраны телевизоров и стать известной не оставляла Наташу ни на миг. Поэтому девушка отправилась в школу актерского мастерства. А в 2012 году будущая актриса получила диплом знаменитого Щукинского театрального вуза, где училась в мастерской Малиновского и Иванова. В январе 2007 года, когда Наталья училась на третьем курсе экономического колледжа, она приняла участие в проекте Дом-2. Здесь девушка провела 177 дней. Наташа строила отношения с участником шоу Антоном Бородины. Но через несколько месяцев парень покинул проект. В 2008 году девушка покинула реалити-шоу. Если верить слухам, у нее появился поклонник за периметром проекта, что запрещалось. Позже Наталья объяснила свое участие в шоу с желанием заработать необходимую сумму для лечения своего отца. Кинематографическая биография Наталья Бордо началась довольно рано. В 14-летнем возрасте девушка появилась в роли Лизы в нашумевшей картине Натальи Бондарчук под названием Пушкин «Последняя дуэль». Затем начинающая актриса снялась еще в нескольких сериалах. Один из них под названием «Проклятый рай» транслировался на НТВ 2 года с 2006. Первой полнометражной лентой Бордо был фильм «Ради тебя», где Наталья снялась вместе с Иваном Житковым. Но слава к артистке пришла лишь после нашумевшего молодежного сериала «Золотые барвиха 2». Здесь девушка сыграла героиню Кристину Медер, дочь богатого краснодарского предпринимателя, перебравшегося в столицу. Сериальные роли Натальи Бордо пересекаются с работами в полнометражных картинах. В 2009 году на экраны вышла художественная лента «Москва, я люблю тебя», где Наталья появилась в новелле под названием «Таксист». Летом 2010 года Наталья Кривозуб официально заявила о смене фамилии. Она рассказала, что знаменитую фамилию Бордо носила прабабушка Наташа, которая вышла замуж за французского парфюмера Франциско Бордо и переехала в Париж. Полученное в школьные годы музыкальное образование пригодилось Наталье Бордо в ее карьере. В апреле 2011 года актриса представила свой первый сольный проект «Это случилось день рождения Натальи». В программе прозвучали синглы «Алехандро», «Облом», «Хочу кричать», «Капли дождя» и другие. В 2012 году артистка появилась в мелодраме Вероника «Потерянное счастье». В том же году на экраны вышла комедия «В Россию за любовью» Армена Геворгиана. В 2013 году Наталье Бордо досталась звездная роль в приключенческой картине альпинисты Аршо Арутиняна. Это отечественный боевик о поиске спрятанных в горах алмазах, искать которой отправляется команда подельников, возглавляемая криминальным авторитетом. В этом же году актриса вернулась к принесшей ей популярность роли Вероники и снялась в продолжении сериала «Вероника беглянка». Еще одной главной ролью 2013 года для Натальи Бордо стал образ Виктории Колесниковой в мелодраме «Второй шанс». Героиня актрисы – влюбленная провинциалка. Брутальный мотогонщик очаровывает Вику и исчезает, перестав отвечать на звонки. Девушка отправляется на поиски ухажера, готовая доказать мотоциклисту, что только с ней тот будет действительно счастлив. Актриса сыграла главную роль еще в одной мелодраме под названием «Ради тебя». Наталья Бордо исполнила роль официантки Даши при вокзальном кафе. Девушка мечтает о принце на белом коне, которого однажды и находит в лице отставшего от поезда пассажира. Осенью 2014 года на экраны вышел сериал под названием «Анжелика – девушка своей мечты». Наталье Бордо здесь опять достала звездную роль. Она сыграла героиню по имени Ульяна, соперницу Анжелики. Фильм транслировался на канале ТНТ и получил теплые отзывы зрителей. Кроме того, в 2014 году актриса снялась также в мелодраме под названием «Год в Тоскане» и армянском фильме под названием «Оглянись». В 2015 году актриса сыграла в военной драме «Последний рубеж», посвященной событиям 1941 года. Артистка и певица известна из своей благотворительной деятельности. Наталья Бордо регулярно посещает детские дома, приюты и даже больницы. За свои благотворительные проекты она признана лауреатом Международной премии «Женская гордость» и получила орден «Женщина мира». В январе 2009 года личная жизнь Натальи Бордо становится предметом обсуждения в СМИ. Актриса сыграла свадьбу с предпринимателем Сергеем Русаковым. Тогда Наталья рассказала, что роман с будущим мужем начался, когда ей исполнилось 18 лет. Сергей был значительно старше ее. Этот брак распался довольно быстро. Через три года карьера актрисы тогда стремительно шла вверх. Рабочий график Бордо был расписан буквально по часам. А Сергей мечтал о домашнем уюте и жене, которого постоянно ждала его в семейном гнездышке. Наталья не смогла отказаться от своей карьеры. Затем в личной жизни Бордо наступила некая затишье. Актриса крайне неохотно делилась подробностями собственной личной жизни, поэтому журналистам приходилось придумывать или домысливать ее романы. Позже пресса узнала об отношениях Натальи Бордо с режиссером Мариусом Вайсберга. В 2016 году актриса рассказала в интервью о собственной счастливой жизни в Голливуде, куда Наталья переехала вслед за своим избранником. Бордо рассказала, что ведет роскошный образ жизни в Лос-Анджелесе, загорает на пляже, ходит на концерты с подругами и ездит на дорогих автомобилях. Актриса регулярно делится кадрами из новой американской жизни в своем инстаграме. В середине 2016 года в прессе появились слухи, что Наталья Бордо беременна и носит под сердцем совместного с Вайсбергом первенца. Актриса скрывала, что беременна и перестала выкладывать фото, на которых явно видно живот. Наталья Бордо родила в элитной американской клинике. Счастливый отец поделился этой радостной новостью только спустя два месяца. Вайсберг написал в своем микроблоге, что родился мальчик, но имя ребенка актриса и режиссер держат в тайне. Также звезды не делятся планами на дальнейшую семейную жизнь и не рассказывают прессе, хотят ли еще детей. И как скоро это произойдет. После родов Наталья Бордо быстро восстановилась и пришла в форму. Актриса продолжила радовать поклонников собственными фотографиями в купальнике, а подписчики инстаграма актрисы в свою очередь похвалили фигуру Натальи. В интервью актриса призналась, что за год похудела на 17 килограмм. При росте 172 сантиметра Наталья Бордо снова весит 48 килограмм. Изменения во внешности актрисы были настолько разительными и быстрыми, что появились даже слухи, что Наталья сделала пластик. Наталья Бордо утверждает, что внешность это заслуга спорта и здорового питания. Актриса охотно делится рецептами собственной диеты и секретами очищения кожи. В 2016 году Наталья Бордо исполнила роль некой легкодоступной женщины по имени Таня в комедии «Любовь с ограничениями». Главный герой – аферист Миша Павел Прилучный, который узнал о том, что по приказу президента крупные компании обязаны принять на работу как минимум 2% людей с ограниченными возможностями. Михаил получает поддельные справки, садится в инвалидное кресло и добивается должности в компании «Газнаш». Чтобы не быть рассекреченным, поддельный инвалид посещает клуб поддержки и взаимопомощи инвалидов, где набирается опыта, учится похожему поведению и незаметным мелочам. При этом в клубе, благодаря оптимизму, к воле в жизни Михаил, стал местным героем. Также в 2016 году актриса сыграла фею «Пятницу» в комедии под названием «Пятница».